Случайно натыкаюсь, смотрю, что-то, бумага, орел, орел, польский знак, читаю, Зарипова, вернее, тогда она была не Зарипова, а Ярославцева, Ярославцева, такая-такая-то, с 43 по 46 год находилась в Польше. Вот с этого момента я пытался все время узнать у мамы, что, как, ну, все время разговоры откладывались. Она закончила школу радистов и попала в разведку, потом уже, и готовили группу из трех человек, забрасывали в тыл, должны были забросить. Мама тяжело заболела, температура высокая, и, естественно, эту группу, эту группу отменили, поставили другую группу. То есть дубль всегда был, как бы все прекрасно все знают, дубль всегда есть. У мамы была малярия, оказывается. Ну, выбросили по времени, все как полагается, и ребят постреляли в воздухе всех. То есть видно, дезинформация какая-то была там, что-то просочилось. Вот это вот у нее, будем так говорить, день рождения, то, что она, ребята, все трое не попали на задание. С папой тоже, в общем-то, как-то все сложновато было. Я заметил у отца шрам на ноге, причем шрам, я как-то, это не разрыв сухожилия, не перелом, то есть непонятный какой-то большой шрам. Вот именно шрам. В Средней Азии готовились пополнения в дивизию удаваторов суда под Москвой. И получилось так, что рядом стоял цирк, как раз в Средней Азии. И приходили в цирк, ребята готовились к конной подготовке. Ну и пока сидели, разговаривали, быстренько подошли, захлопнули дверь в эшелоне, в вагонах. И дернули. Ну, первоначально подумал, что куда-то просто перегоняют. Так раз, дернули и сюда, без остановки, под зеленый свет, без документов, без ничего. Дали форму и вперед на лошадках, как все. И вот как раз в битве под Москвой получил ранение. Вот так вот он побывал на войне в битве под Москвой в дивизии удаваторов. Продолжение следует...